И до утра опять не будет спать, не будет вспоминать, опять... Всем привет! Всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Что я вам хотел сказать? Конечно, наверное, мои слова относятся к более взрослым людям, даже не то, что к взрослой уковой семье, да и, в общем, ко всем. Когда вы хотите совершить какое-то действие, даже не так, просто вставая утром на работу, собираясь ехать, да, то есть вы будете идти в метро, ехать за рулем, или собираетесь поменять что-то в жизни, уехать куда-то на заработки или что-то, в общем, уехать в отпуск. Просто встаньте утром, посмотрите на свою спящую жену или на свою половинку. Это относится также к девушкам, я со стороны мужика говорю. Посмотрите на жену, на этот родной комочек, на девушку, женщину, которую вы когда-то выбрали как спутницу своей жизни. Посмотрите на этого маленького котенка, как она хлопочет, пытаясь обустроить домашний очаг, всех накормить, поддерживать дома порядок. Посмотрите на детишек, спящих мирно под одеялком. И подумайте, что все зависит от вас, от главы семьи. Будьте аккуратнее. Знайте, что вас дома ждут. Дети ждут папу, жена ждет любимого мужа. Просто нажмите на паузу и посмотрите, оглянитесь вокруг. Просто в суматохе дней, в этой бытовухе, в этой погоне, за бумажными, с бумажками, с изображением, для того, чтобы приобретать какие-то продукты, мы забываем о том, что все, что есть для счастья, оно все находится рядом. Съездите к родителям. Когда мы становимся взрослыми, уезжаем из дома, кажется, а, мам, пап, привет. Они-то, как и вы сейчас, вас растили, вкладывали в вас душу, так же работали, так же меняли время, пока вы маленькие, свое, чтобы побыть с вами на то, чтобы работать и пытаться сделать ваше детство счастливым. Самый интересный парадокс в жизни, что ты начинаешь эти моменты ценить и вспоминать, только когда ты далеко от семьи, да? Даже запишешь себе это на бумажке, придешь домой, и как бы все станет опять обыденным, опять про это забудешь. Круговорот дел закрутит, и это станет не то, чтобы неважным, это просто как-то, ну, жизнь такая отодвигается на задний план. Просто сделайте то, что вы сейчас можете сделать, а я нет. И я тоже сделаю, когда приеду домой. Просто знаете, как хочется сейчас обнять своих родных и быть рядом. Всем удачи, чтобы вы всегда были дома и находили, как в этой жизни нормально существовать рядом с домом, рядом с родными. Потому что жизнь без семьи, это просто жесть, ребята, на самом деле. Пока, подписывайтесь. Извините, если видео грустным получилось, но зато от души. И зато, я думаю, это важные слова, пусть немножко не связанные. Можно, конечно, жесть какую-нибудь снять, залезть в мусор, пооттуда вылезти, или еще что-то, чтобы больше просмотра было. Но вот такой душевный порыв у меня с утра сегодня. решил вам сказать эти слова. Всем пока, удачи!